Ураган Оскар на Кубе привел к гибели по меньшей мере шести человек и значительным разрушением. Стихия ослабла до тропического шторма, но угроза наводнений и оползней сохраняется на фоне продолжающегося отключения электроэнергии. Серьезные разрушения были зафиксированы в восточной провинции Гуантанамо. Несмотря на ослабление урагана, Центр наблюдения за ураганами США предупредил о риске опасных наводнений и оползней, вызванных сильными дождями. Кроме того, в стране продолжается общенациональное отключение электроэнергии, которое началось в пятницу из-за сбоя на крупнейшей электростанции. Как сообщила городская энергетическая компания, электричество удалось восстановить для почти 90% потребителей в Гаване, но многие районы остаются обесточенными. По словам кубинского лидера, в пострадавших муниципалитетах провинции Гуантанамо проводится спасательная операция, но из-за наводнений до некоторых районов добраться пока невозможно. В Исландии с прошлой субботы, 19 октября, наблюдается повышение активности в нескольких горячих источниках в геотермальной зоне Хой Кадалюр. Исландское агентство по охране окружающей среды подтвердило, что активность возросла, особенно на горячем источнике Стракюр, который теперь производит паровые выбросы на высоту до 30 метров. Выбросы стали более мощные и частые, чем обычно. Во время этих мощных паровых взрывов выбрасывается грязь и мелкие камни. Эксперты продолжают следить за ситуацией совместно с гражданской обороной. Метеорологическое бюро советует посетителям соблюдать меры предосторожности и держаться на безопасном расстоянии от горячих источников и горячих вод в этом районе. Метеорологическое бюро В Колумбии после сильных дождей, накрывших департамент Антиокию, ливневыми паводками, затопило один из крупнейших городов страны и административный центр, город Медалин, с населением более 2,5 миллионов человек. Сообщается о наводнении в нескольких районах, там было нарушено транспортное сообщение. Также произошло обрушение нескольких трубопроводов на юге долины Абура. Метеорологическое бюро оборона Метеорологическое бюро Вğ свои встречи С snowstone Бор越 Бюро 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 Сильный фронт непогоды продолжает оказывать свое влияние на юг Италии. Прошедший шторм, накрывший регион, за последние сутки принес новую порцию сильных осадков. Наиболее пострадавшими местами являются Калабрия и Сицилия. В районе Катанзара произошел размыв шоссе Дуэ-Мари. В образовавшийся провал упал автомобиль. Из-за повреждения дороги оказался изолирован муниципалитет Майда. В районе Катанзара Катанзара Брюнс Катанзара В Мексике сильные дожди привели к переполнению водопадов. Вот так сейчас выглядят водопады Агуа, Ассуль в Чаепасе. Затоплена вся окружающая инфраструктура. Город Веракрус за это время превратился в большой аквапарк. Вся прибрежная территория штата более 24 часов находится под сильным дождем. В Чили вчера обрушился сильный ветер на пункта Аренас в Магальянисе. Жителям даже пришлось хвататься за столбы в попытках устоять на месте. Из-за непогоды в городе оказались повреждены крыши нескольких домов. Также были повалены около десятка деревьев. В Армении вчера прошел снег в Гигаркуникской и Сюникской областях. Также замело перевал Мегри. На дорогу Мартуни-Варденис в Гигаркуникской области для расчистки была выведена дорожная техника. Продолжение следует... Радугу и сразу два смерча заметили вчера над Черным морем. Редкое сочетание природных явлений удалось заснять у берегов Сочи. Газовый кратер Дарваза диаметром 60 метров, а глубиной около 20, широко известный как Врата Ада в пустыне Каракумы в Туркменистане. Образовался в 1971 году, когда советские геологи случайно пробурили заполненную природным газом пещеру. Чтобы предотвратить выброс газа, они подожгли его, ожидая, что он выгорит за несколько недель, но пламя непрерывно горит с 1971 года. В Китае во время прилива воды Бахайского моря затопили улицы Тиньцзиня. Подъем воды оказался достаточно серьезным, местами уровень воды на улицах более метра. Подтопило десятки зданий и автомобилей. В Ленинградской области на железнодорожные пути с автомобильного моста рухнула фура. Как сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел вчера в 10 часов утра в Пушкинском районе. Водитель фуры, проезжая по путепроводу над Витебским проспектом, влетел в ограждение. От удара мужчину выбросило из кабины, от полученных травм он скончался. Длинномер упал с моста на железную дорогу и загорелся. По этому факту ведется проверка. Субтитры создавал DimaTorzok На строительной площадке на севере Москвы упал башенный кран. Инцидент произошел на Ангарской улице возле дома номер 6. В результате случившегося пострадал крановщик. С травмами он доставлен в больницу. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Серия землетрясений магнитудой от 4,9 до 5,8 произошла вчера в Малукском море, недалеко от островов Бачан. Очаги всех толчков залегали на глубине около 10 километров. Эпицентры находились в 52-61 километре от Лобухи. Подземные толчки ощущались на прилегающих островах. О пострадавших и повреждениях не сообщается. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok